Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 3 февраля, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой с большим любопытством вы рассматриваете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, сегодня несколько статей, как обычно. ОПЕК, результаты встречи ОПЕК вчера довольно интересные. На самом деле ОПЕК не справляется даже с той добычей, которую они запланировали. И это на самом деле вызывает удивление. Связано это с недостатком финансирования в разработку в предыдущие годы. Очень любопытное такое мнение. Но у меня сегодня торговая идея по нефти, они будут немножко коррелировать друг с другом, я покажу на графике. БИТКОИН обвалился опять от 39 тысяч и 40 ему только снится. Ну и фондовый рынок восстанавливается после падения, мы это тоже обсудим на графике. ПОЕХАЛИ! Так, начнем мы с золота. Но перед тем, как начать, еще раз напоминаю, что сегодня два сильных события таких важных. Это ставка по фунту в 15.00, ставка в 15.45 по евро и пресс-конференции ЦБ в 16.30. Это мощные новости. Я думаю, что пара евро-фунт будет сегодня летать. И у нас на нее есть очень интересные планы. Начнем мы с золота. Что происходит по золоту? После мощного вала в конце прошлого месяца золотишко корректируется. Вот ждет, естественно, нонфармов, которые будут у нас завтра. Поздравляю для кого это новость. Так бывает. Торговых идей у меня по золоту, к сожалению, нет до сих пор. Я игнорирую пока этот инструмент, потому что с точки зрения охоты за стопами здесь пока нет площадок. Да, есть импульс, интересно. Вы можете сказать, вот Андрей Курич, смотрите, есть импульс. Давай работать с отката на понижение. Ну, во-первых, до откатного уровня. Ну, 61 мы уже как бы тюкнули, да? Все-таки лучше бы полденчик увидеть. Но с другой стороны, зацепившись здесь, ну, нужно понимать, что нужны площадки для цели. Их пока нет, даже промежуточных. Хотелось бы увидеть промежуточные где-то в этой зоне. Потом тест полтинчика и потенциал хода хотя бы до промежуточных. Но этого пока нет. У серебра, у серебра тоже пока, пока такое давление происходит. Давайте кинем чистенький шаблончик. На недельном таймфрейме у нас мощное поглощение. У серебра есть площадка вот здесь вот. И я бы его хотел купить вот здесь. Вот здесь на долгосрок. Вот такой вот у меня план. Другие железки, такие как платина и палладий, пока демонстрируют мощную бычью динамику. Поэтому, я думаю, серебришка мы купим в этой зоне, если нам дадут. И в общем и целом пополним свой портфель редких железяк. Так, австралиец. Австралиец у меня здесь болтается. Я говорил, что я не люблю этот инструмент. Но в последнее время он демонстрирует чудеса. Чудеса просто движений. Вот мы взяли тут кое-какое падение. Вот был у нас сложный пробой. И все это, конечно, может дать какие-то мощные лонговые истории. Благо, есть куда расти. Но пока сигналов нет. Нету сигналов. И по евро-доллару в том числе. Евро-доллар, напоминаю, пробил свои лоя, все площадки, все, что только можно. У него был здесь внутренний бар. Причем он был после кульминационного материнского. Это чистейшая разворотная конструкция. Я ее профукал, честно скажу. Но с другой стороны у нас нет хороших целей. Цели в рамках нашего метода должны быть площадки и какие-то горизонтальные фазы, где скапливаются стопы. Три дунишек, за которыми мы охотимся. Но, к сожалению, сейчас такого нет. Просто нету таких зон. Поэтому я просто провожаю взглядом эти движения и не участвую в них. И, кстати, не испытываю чувства упущенных возможностей, как многие себе могут это представить. Так, пара фунт-доллар. Фунт-доллар. Сегодня ставка по фунту. Все говорят, что подымут. Подымут, да. И я думаю, что фунт-доллар уже здесь зарядился на укрепление. Вопрос, на сколько подымут. И это произойдет сегодня в 15.00. Я говорил про свой древнегреческий план. На 43 уровень он вполне может отработать. Но просто так покупать, потому что вам хочется, я думаю, это не очень правильное явление. И нужно все-таки опираться на технические сетапы, потому что нужно работать от стопа, а не от ожиданий, хотений и так далее. Поэтому плана на ставку у меня нет, потому что нет зон накопления. Вот такой вот я противный аналитик. Доллар-иена продолжает свою бычью динамику. Ну, так скажем так, в ускорительной вот здесь форме. Потихонечку подбычивает. Сегодня уже поглотило вчерашний день. Планов у меня по этому инструменту также нет. Я занимаю выжидательную позицию. И поверьте мне, дорогие мои маленькие любители больших профитов, остаться при своих в высоком маржинальном рынке не самый худший вариант. Доллар-каналец. Доллар-каналец сегодня тоже показывает какие-то бычьи истории. Вот прошлая неделька у нас была такой мощной бычей. Я говорил, что есть такой промежуточный уровень, куда могут влететь вполне себе неплохо. И, кстати, от этой инициативы был откатик. Я думаю, что здесь вот 26, 28, 300 мы можем увидеть. Так, переходим к нашим кроссам, которые должны нам поднять настроение, наверное. Так, канадец иена. Пока вне зоны доступа наших сеточных историй. Кстати, вчера я записал и залил уже мастер-класс по сеткам. Сегодня он выйдет. Четвертый мастер-класс по сеткам. Сегодня он выйдет в 18.00 по Москве на YouTube-канале Instaforex. Так, Франк-иена. Франк-иена пока тоже не трогаем его. Только выше 126 уровня. Канадец Франк тоже вне зоны. Спит пока в своем диапазоне. Новозеландец-канадец, кстати, потихонечку восстанавливается, друзья мои. Сегодня уже поглотил вчерашний денек. И через каких-то 50 пунктов можно будет фиксировать прибыль по новозеландцу-канадцу. Напишите, кто его держит. Новозеландец Франк тоже сегодня обычает. И есть, куда ему откорректуситься в свой зеркальный уровень. Доллар Франк. Доллар Франк пока продолжает мучить трейдунишек в канале, который он изобрел в треугольнике. И я говорил о том, что только от краев диапазонов мы будем работать с сетками по этому инструменту. Края диапазона я тут удалял, потому что я на этом, по-моему, инструменте показывал примеры там сеточных историй своих. Вот и почистил свои записи. Так, вот от этих зон мы будем работать с этим инструментом. Пока он сюда не зашел, пусть болтается где хочет. Австралиец-канадец. Австралиец-канадец у нас здесь ничего нового. Свои зеркала отработал. Я знаю трейдеров, которые держали до вот этих хайов. Вот, практически тест их был. И после ложного пробоя прошли, кстати, неплохо под 150 пунктов. Хорошо. Напишите, кстати, кто взял австралиец-канадца. Австралиец-новозеландец. После мощных каких-то импульсов. Пока не дошел до зоны, где нам было бы интересно с ним проработать шорты. Поэтому мы его оставим. Еврокат. Еврокат. Что интересно по Еврокату. Сегодня же ставка по евро. Поэтому, кто хочет потрепать кроссы с евро, могут рассчитывать на какую-то волатильность в 15.30, в 15.15 и в 16.30. Потому что ставка в 15.15, а пресс-конференция в 16.30. Это очень важная информация, друзья мои. В это время может быть весело. Что у нас тут? Евро-франк. Евро-франк мы пока не трогаем. Ждем ниже минимума текущего года. Евро-польский злотый. Злотый снижается. Даже сегодня, кстати, тоже и на ставки, и на присухи. Можно посмотреть вот в этой зоне ланги. Ну, опять же, с сеточным методом торговли. Фунт иена. Сегодня ставка по фунту, поэтому фунт иена может сюда закинуться. Если ставку прям жестко подымут, то фунт может залететь вот в эту зону, и мы здесь будем набирать сетку лимитных продаж. Кстати, в мастер-классе я показывал, как расставлять лимитники, и как в симуляторе эти лимитники собираются, и как выходить с ними профит. Кто понимает хотя бы половину слов, которые говорю, поставьте лайк под этим видео. Евро-фунт. Сегодня героем асфальта будет евро-фунт. Почему? Потому что сегодня ставка по евро, присуха по ЕЦБ и ставка по фунту. И я хочу купить вот в этой зоне этот инструмент. Нефть. Нефть. Значит, что по нефти? По нефти. По нефти у нас есть инициатива вчерашнего ОПЕК. Есть инициатива. Сначала кидали наверх, потом опустили вниз, и в итоге день закрылся вот таким вот шортовой историей. Ну вот, я предложил на форуме, кстати, вчера поработать с откатом. Был тест полтинничка. Сегодня был Т-61 ФИБ и я надеюсь все-таки, что нефть наконец-то разгрузит свои лоя на 86.20. Вот такой вот у меня план АБЦ. Обычная АБЦ. Я сегодня писал об этом статью. Так, коррекция по нефти вызывает у нас коррекцию по доллар-рублю. Сегодня такой гэпчик наверх. Я думаю, что это не все лоя по доллар-рублю. Хая вернее, еще возможно увидим. Но, скажем так, зайти сюда с какими-то объективными рисками, я пока не вижу таких возможностей. Когда они были, я об этом говорил. Так, ну, аэрофлотик сегодня чуть снижается. Так, сбер, сбер. Кстати, знаете, где хочу купить сбер? Я уже говорил. А, кстати, вот я и показывал. Легче купить сбер по ниже 170 вот в этой зоне. Его туда могут закинуть какие-нибудь санкции очередные, либо их угроза применения. Так, что касается S&P 500. Сегодня ИнстаФорекс открылись гепчиком вниз. Пока стоят, обтекают. Ну, восстановление было очень неплохим, неплохим. Вернулись мы аж за полтинничек. Хорошо тут подзакрепились. Надеюсь, надеюсь, после какой-нибудь корректосика пройдем дальше на хая. Та же самая история в Наздачке. Наздачок сегодня открылся на ИнстаФорекс ниже, чем S&P. Но потенциал у него, конечно, поболячим у S&P. И поэтому я надеюсь, что это коррекция и жду наверх. Кто работает, кстати, от импульсов, могут взять вот эту всю историю как импульс. И от полтинничка, допустим, от 61-го, либо от 50-го, попробовать вот так отработать. В рамках импульсного метода торговли. Кстати, прикольно, если так произойдет. Поставлю эту идею, пропечатаю на ИнстаФорекс. Биткоин. Биткоин вчера дал поглощение. Мощное поглощение всех своих лонговых потугов. Кстати, произошло это вот такого позавчерашнего пин-барчика, захватчика, обратите внимание. Пробивали тут стопы продавцов и сразу сдулись. Впереди, кстати, есть небольшая площадочка вот здесь, видите. И вот ее с большой вероятностью скоро не будет. Я думаю, что это произойдет сегодня. Ну, я просто говорю о том, что есть куда падать этому инструменту. Вот поэтому я жду еще лучших цен для того, чтобы закупиться второй частью покупочек в рамках большого инвестиционного плана по битку. Так, эфирчик. У эфирчика та же самая история, то же самое поглощение. Ну, может быть, не такое техничное. Ну, и здесь тоже, скажем так, пока у нас второй части закупа нет. Так, твиттер и все. Так, кстати, вот твиттер откатывает, откатывает. Если это взять за инициативку, то с откатиком можно брать лонги. Ну, как минимум до 48. Сейчас мы стоим 36. Ну, а 35, если откатит, можно покупать твиттер. Я, наверное, это буду делать. Так, переходим к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 10 комментариев. Поехали. Так, обзор хороший. Спасибо, Руслан. Спасибо за обзор. Вам спасибо. Александр, добрый день. Спасибо за классный обзор. Обещали двустороннюю сетку. Вы знаете, я вчера монтировал вот эту четвертую часть, и там было больше 40 минут видео. И я двустороннюю сетку туда просто не уместил. Пусть это останется маленькой тайной. Иначе не будет интриги. Так, Рома. Я ищу. Спасибо за обзор. Так, Роман Николаевич. СНП. Не даст ли еще обновление минимума? Замер. Реоню 4600. Я не знаю, даст он или нет. Я надеюсь, что это импульс. И с откатикой он продолжит расти. Евгений. Так, спасибо за обзор. Андрей. По евро фунту сети заброшены. Ждем рыбку. Хорошо, что нам не нужны квоты. Лоши в Северном море. Да, закинул пару бреденей. По евро канадцу аудиена. Аудиена. Но я не даю этот инструмент. Сидим в шортах по рублю. Бредим будущими профитами. Но я не знаю. Я не поддерживаю вот эту историю. Шорты по рублю. Шорты по рублю это... Это то есть вы находитесь в долларах. В надежде на 80 и выше. Но не знаю. Я сегодня говорил, что там непонятные риски. Я понимаю, что всем спекулянтам хочется 80 и 100 и 150. Но с какими рисками? Вот это вот очень важный момент. Появился наш Кока. С каким-то жутким логотипом. Так. NZD CAD. Not Closing Till 89. Давайте обратимся к Яндекс.Переводчику. Новозеландский доллар. Канадец не закрывается до 86,9. Не закрывается. Я не понимаю, почему он не закрывается. Что не закрывается? Вы нажимаете кнопку закрыть. Он не закрывается. Поменяйте мышку. Ну, нифига себе вы амбициозный парень. Кока наш любимый. Я понимаю, конечно, что хочется больше денег. Но лучше выходить там, где вы планировали раньше. Где начали набирать сетку. Ну, вот с пробоя, к примеру. Чего у нас там? 84,9. Ну, пусть 85 уровень. Вот плюс один первого ордера. Закрывайте эту сетку и ждите новую. Не надо тянуть там куда-то. Иначе останетесь без штанов. Я даже не могу прочитать этот ник. Ауди доллар нету двойного дна. В ауди доллар нету двойного дна. Ну, откуда там двойное дно? Мы же отработали идею на понижение. И там был пробой. Ауди доллар. Я ничего не удалил. Вот здесь был пробой. Здесь был пробой. Видите? Тут нет двойного дна. Может быть на других таймфреймах. Нету здесь ничего. Поэтому не выдумывайте. Сегодня день непонятных ников. Набрал ауткат. Уже закрыл. Уже закрывал. Уже закрывал на заткат. Два осталось из шести. Продаю нефть. Они мне должны. Спасибо за сетку. Так, ну, смотрите. Вот эти частичные закрытия. Это на самом деле не очень хорошо. Ну, может быть, вы, конечно, там что-то зарабатываете на этом. Но для психологии это неправильно. Вы должны закрывать сетку вот разом всю. Не надо заходить там, перезаходить. Потом захочется усредниться, долиться, включить Мартина. И пойдет каша в голове. Набрали сетку. Все. Сидите в ней, пока она полностью не закроется. Вот мой совет. Ну, если вляпались и рынок вас растянул, выходите просто при своих. И все. Освобождайте деньги и используйте их в других инструментах. Так, на этом у меня все, друзья мои. Напоминаю, сегодня два важных события. В 15.00 ставка по фунту. В 15.45 ставка по евро. В 16.30 пресс-конференции ЕЦБ. Поэтому волатильность будет по инструментам, которые входят. Которые включают в себя евро и фунт. Завтра у нас нонфармы. Ну, вот такое жаркое время. Понравилось видео? Ставьте лайк. Пишите комментарии. Напоминаю, что сегодня выйдет мастер-класс по сеткам. Вы можете его получить на почту. Если оставите заявку под этим видео. Вот. И смотрите. Довольно интересный контент. Спасибо за внимание. И до встречи завтра утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Всем пока.